Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В преддверии Великого Поста Церковь предлагает верующим особый период, подготовительный период. Он длится более трех недель, и богослужебные тексты, и общий строй церковной жизни помогает православному человеку таким образом настроить свою душу, чтобы войти в Великий Пост с правильным пониманием того, что ему, верующему человеку, надлежит в течение Великого Поста совершить и к каким целям подойти. Но, к сожалению, наша повседневная суета и невозможность часто посещать богослужения разрывает вот эту ткань церковной жизни таким образом, что даже часто посещающие храм верующие люди не всегда могут в полной мере воспользоваться теми великими дарами, которые обретаются в православном богослужении и в строе церковной жизни. Вот то, что было только что сказано, имеет прямое отношение к подготовке к Великому Посту. Подготовительные недели, наполненные замечательными текстами, богослужебными, вдумываясь в которые, человек по неволе настраивается на соответствующую волну. Он готовит свою душу, свой разум, свои чувства к вождению в поприще Святой Четыридесятницы. Но поскольку для большинства из нас, к сожалению, эта длительная и правильная подготовка к посту практически невозможна, то все это подготовительное время практически спрессовывается до одного дня, до этого последнего воскресения предшествующему посту. А если еще точнее сказать, к этим последним часам, которые отделяют нас от Святой Четыридесятницы. Именно поэтому Церковь и предлагает людям, и не только тем, кто не имел возможности в течение минувших недель задуматься о предстоящем поприще постном, но и для тех, кто задумывался, именно в эти последние часы особым образом настроить свой разум, свою волю и свои чувства на достойное прохождение Святой Четыридесятницы. И для того, чтобы это было так, Церковь предлагает в эти последние часы, отделяющие нас от Великого Поста, совершить нечто очень важное – принести прощение друг другу. Целью Поста является освобождение человека от его эгоизма, от господства его собственного «я». Собственно говоря, вся жизнь христианская и посвящена тому, чтобы «я» перестало господствовать и поглощать все внимание человека, чтобы оставались силы обращать свой взор и к Богу, и к ближним своим. И вот в эти последние часы перед Великим Постом Церковь, предлагая нам и спросить друг у друга прощения, как бы заставляет каждого пройти добровольно, конечно, через некий экзамен, через испытание своей собственной совести. К сожалению, для многих чин прощения превратился в некий обряд. Люди подходят друг к другу и автоматически просят прощения, автоматически отвечают на это прощение. И чаще всего это происходит тогда, когда между людьми нет реального конфликта, когда никто, никто не обожжен этими тяжелыми, отрицательными чувствами, когда нету глубочайшего недоброжелательства и даже порой ненависти к человеку. Вот тогда все просто, и все как-то совершается действительно практически без всяких усилий. Но если, подходя к человеку вечером, накануне поста, мы, желая спросить о него прощения, чувствуем стеснение, волнение и даже готовность отвернуться и не произнести этого слова прости, то это будет означать, что именно перед этим человеком мы должны особенно покаяться и особенно испросить у него прощения. Чем тяжелее сделать это, тем ценнее в очах Божий. мы начинаем чин прощения в храме, но должны закончить его там, дома или среди тех людей, с которыми мы постоянно общаемся. Обязательность закончить этот чин, принеся покаяние и прощение тем людям, которых мы реально обидели или с которыми мы находимся в конфликте и которым очень тяжело сказать прости. Прощенное воскресение заставляет нас предпринять усилия, которые должны быть развиты в течение всего поста и которые направлены на то, чтобы заключить свое собственное «я» под строгий контроль, дабы ни чувства, ни мысли, ни воля злая не помешали нам совершить самого главного деяния своей жизни. По милости Божией и благодатью Божию обрести спасение. И эта великая задача огромной важности, требующая очень больших усилий, не может начаться и совершиться без того достаточно простого деяния, которое мы сегодня здесь в храме и у себя дома должны совершить от всего сердца, раскаившись перед нашими родными, близкими, знакомыми, перед сослуживцами в тех мыслях и в тех поступках, которыми мы омрачили себя по отношению к этому человеку. Искренне и сердечно и спросим друг у друга прощения. И со спокойной совестью, облегченной этим чудным действием, войдем в спасительные дни Святой Четыридесятницы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok